В управлении холдингом существует обработка, которая позволяет произвести поиск и слияние дублирующих элементов. Соответственно, мы сейчас можем демонстрировать пример по поиску дублирующих элементов в справочнике номенкулатура. Соответственно, в данном справочнике мы выполняем поиск дублирующих элементов. Мы здесь видим о том, что дублирующие элементы найдены. Далее мы можем перейти в каждый дублирующий элемент и обработать его, то есть посмотреть, какие элементы в данном справочнике не совпадают. Соответственно, можно предопределить образец ручным способом, либо автоматическим. После обработки дуровля мы можем его пометить на удалении или удалить на непосредственно. Все зависит от технологии удаления элементов в вашей системе. Соответственно, далее мы нажимаем удалить дублирующие элементы и данные элементы будут удалены в системе. Соответственно, что по поводу нормализации. Нормализация данных в системе необходимо для того, чтобы использовать один из перечисленных способов. Это мягкий или жесткий способ ведения НСИИ. Соответственно, после нормализации справочников мы можем загрузить их в чистую систему и уже в этой системе производить управление этими данными. Сейчас я продемонстрирую управление НСИИ по мягкому способу, когда вводить данные можно как в централизованной системе, так и в системах, которые находятся на местах. Соответственно, мы вот здесь видим справочник номенкулатура. Здесь можно создавать свободные элементы. Мы создаем элемент материал 8 из базы основной, где провозили нормализацию, перегрузили это в действующие базы. Далее в этих действующих базах мы можем заводить номенкулатуры. К примеру, мы берем управление производством, предприятием, ERP. Здесь мы завели материал 8. Для того, чтобы данная номенкулатура попала в наш справочник управления холдингом, мы выполним обмен НСИИ. Данный обмен может производиться так же. У нас есть доработки типового функционала. Данный обмен может производиться по расписанию. И, соответственно, для того, чтобы сейчас не ждать расписания, мы выполним эту загрузку вручную. Вот. Значит, после того, как обработается наша загрузка, выйдет сообщение о том, что данные элементы либо загружены, либо обнаружены ошибки. Здесь показано, что данные элементы загружены. Давайте посмотрим, что данный элемент попал в нашу систему. Так выглядит мягкий подход. К основным преимуществам, наверное, данного подхода можно выделить, что, по сути своей, нормализация справочников здесь производится на уровне дочерних зависимых обществ, то есть дочерних организаций. Соответственно, незначительное вмешательство введения алгоритмов, введения справочников в дочерних организациях. И, соответственно, недостатки такого подхода, что появляется большая вероятность, что при сопоставлении элементов у нас могут появиться дубли. Соответственно, затруднения возникнут при построении оперативной и консолидирующей отчетности. Второй способ, который используется в управлении холдингом, соответственно, жесткий, когда все элементы справочников заводятся в централизованной системе и, соответственно, потом распространяется в системы до вечерних сообществ или производственных площадок. Соответственно, сейчас я продемонстрирую данную базу и пример работы данной базы. Соответственно, вот здесь мы имеем базу. Она выделена белым цветом. Это база с жестким подходом. Соответственно, сотрудники, работая в данной базе, они не могут заводить элементы справочников. Они могут посмотреть эти элементы справочников, но заведение элементов справочников на местах запрещено. Все заведения элементов справочников производятся через заявки. Соответственно, сотруднику, если необходимо завести какое-то изменение или завести новый элемент, ему необходимо зайти через интерфейс и завести соответствующий элемент. То есть, вот здесь мы можем видеть, что мы создаем некий элемент справочника. Соответственно, дальше мы заводим заявку на изменение этого элемента справочника, на регистрацию нового элемента справочника. И, соответственно, данный элемент отправляем на согласование соответственно ответственный сотрудник у себя в рабочем месте видит что у него появляется некие заявки которые он в принципе должен смотреть согласно регламенту посмотреть заполнены ли все необходимые элементы если какие-то элементы не заполнены данная заявка может быть отклонена в текущем примере мы можем показать что по сути своей случае необходимости у нас есть подключенная система обсуждений да и можно специалисту который подал на заведение элемента задать какие-то вопросы попросить его уточнить какие-то реквизиты соответственно если сотрудник быстро это меняет то можно утвердить заявку далее специалист отвечающий за введение нси в принципе может сразу же нажать обмен нси либо данный элемент справочником может перезагружен быть точно так же по регламентному заданию сейчас мы вот заводили значит материал 3 регистрация но элемента для этого соответственно как мы видим отправлена была заявка на утверждение специалист в своем рабочем месте видит что пришла заявка он ее просматривает и соответственно формируют процесс когда мы можем согласовать данный элемент если все хорошо и соответственно если элемент не согласовывается отклоняется то здесь можно написать пояснение по какому по какой причине данный элемент отклоню пример мы согласовываем данный элемент соответственно у нас материал согласован как новый элемент справочника соответственно далее мы переходим нажимаем выгрузить данные соответственно если мы сейчас посмотрим справочник после того как обработка пройдет то данный элемент справочника должен появиться в системе производственного предприятия наверное и преимуществами является значит преимуществами является отсутствие дублирующих элементов контроль за полнотой достоверности информации соответственно единый центр ответственности за nc и упрощенно консолидация на уровне холдинга недостатки соответственно здесь значительные затраты на поддержание мастер данных в актуальном состоянии необходимость выстраивания эти архитектуры для поддержания данной функциональности соответственно и при таком подходе возникает сопротивление на местах при унификации мастер данных я закончу